МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский, в студии работает Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный прокурор Казахстана обвинил вице-министра энергетики Анатолия Шкарупу в причастности к хищению 215 миллионов тенге. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности страны. Обладателем 200 тысяч тенге стал победитель традиционного айтыса, который прошел в Доме дружбы. В нынешнем году в мероприятии приурочили к 350-летию Бухаржирау Халкаманулы. С наказом служить честно и добросовестно. 20 юношей отправились проходить в срочную воинскую службу. По традиции для них организовали торжественные проводы у мемориала памяти «Вечный огонь». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный прокурор Казахстана обвинил вице-министра энергетики Анатолия Шкарупу в причастности к хищению 215 миллионов тенге. Об этом он заявил на специальном заседании Совета безопасности страны, который провел глава государства Нурсултан Азарбаев. Не так давно Анатолий Шкарупа был назначен заместителем министра энергетики. До этого он занимался коммунальными вопросами Карагандинской области в чине заместителя главы региона. А до назначения в областной Акимат был градоначальником города Сарань. Именно деятельность Шкарупы в качестве Акима Сарань привлекла внимание правоохранительных органов. Генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров заявил о возможной причастности вице-министра энергетики в хищении 215 миллионов тенге. Серьезные претензии со стороны закона имеются к недавно назначенному вице-министру энергетики Шкарупа, бывшему Акиму города Сарань. Он причастен к хищению 215 миллионов тенге, выделенном в 2015 году на установку приборов учета тепла в городе Сарань, Карагандинской области, где вообще нет центрального отопления. Счетчики просто монтировались в пустые стены. По данному факту мы также начали расследование уголовного дела. И до сих пор в Саране нет центрального отопления. Дома обогреваются небольшими котельными. Всего их около 20. Несколько лет назад начали строить центральную котельную, однако вскоре работы были приостановлены. Напомним, что Анатолий Шкарупа был назначен на пост заместителя министра энергетики 9 октября на место арестованного Бахаджана Джексалиева. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И в продолжение коммунальной темы. Прокуратура Карагандинской области добилась снижения тарифов на коммунальные услуги. В результате принятых мер защищены права свыше 460 тысяч потребителей области. Такое сообщение распространила пресс-служба надзорного органа. Прокуратурой Карагандинской области установлены нарушения при формировании тарифов в деятельности шести монополистов на сумму одного миллиарда тенге. По акту надзора введен временный компенсирующий тариф в отношении следующих компаний. Карагандинская региональная энергетическая компания. Жесказганская распределительная энергосетевая компания. ТО «Фирма Казахстан», ТО «Теплотранзит Караганда», ТО «Караганды Жилу-Сбыт». Средний тариф на услуги теплоснабжения в городах Караганда и Балхаш снижен на 25 тенге. Монополистами оплачены административные штрафы на сумму более 42 миллионов тенге. Группа компаний «Мутлу» увеличила заработную плату своим работникам на 34%. В регионе активно продолжается реализация послания президента. В рамках послания ряд предприятий Карагандинской области повышают оплату труда своим сотрудникам. Более тысячи предприятий региона поддержали инициативу главы государства о повышении заработной платы. Руководство группы компаний «Мутлу» подошло к этому вопросу весьма серьезно. Они повысили заработную плату некоторым сотрудникам аж на 34%. Если раньше разнорабочим платили 90 тысяч тенге, то с октября они будут получать уже 120 тысяч тенге в месяц. Группа компаний работает по трем направлениям. Самое основное – это производство муки. Мукомольный комбинат производит 400 тонн муки в сутки. В 2018 году, в январе месяце, мы планово увеличивали зарплату всем сотрудникам на 20%. После послания нашего президента в октябре месяце мы техническому персоналу и нашим сотрудникам, которые работают именно на заводе, я вот подчеркну, не офисным сотрудникам, увеличили на 34%. То есть, если раньше наши разнорабочие получали оклад 90 тысяч, то с октября месяца они получают 120 тысяч. Компания также не оставила без внимания поручение президента об увеличении экспорта сельскохозяйственной продукции. На сегодняшний день мукомольный комбинат экспортирует муку в более 15 стран мира. Руководство компании заявляет, что поскольку весь процесс автоматизирован, численность штата небольшая, поэтому компания может себе позволить увеличить заработную плату. Рабочий персонал состоит из 130 человек. Один из них – Кемель Бегалы. Он трудится здесь на протяжении пяти лет, и, по его словам, для рабочих созданы достойные условия. Я сначала был простым охранником. Прошли годы я сейчас здесь бригадиром работаю. У нас в условиях все хорошо. Питание в четыре раза все бесплатное. В прошлом месяце президент Казахстана на последнее сказал, что вырастет заработную плату. У нас вырос заработная плата на 34%. Руководство намерено и дальше повышать зарплату всем своим сотрудникам. Напомним, группа компании Мутлу основана в 1997 году. Уже 21 год они занимаются производством экологически чистой продукции. К другим новостям. Эстафета мира молодым. По таким названиям в стенах технического университета состоялся международный молодежный форум с участием поэта Олжаса Сулейменова. Лидер антиядерного движения «Невада Семи» обратился к молодежи с призывом продолжать мирную борьбу за будущее на земле без ядерного оружия. Прошло почти три десятилетия с тех пор, как на полигоне в Семипалатинске утихли взрывы атомных бомб. Последняя взорвалась 19 октября 1989 года. С тех пор Казахстан отказался от ядерного оружия и выступил за мир во всем мире. Одной из ярких фигур мирного протеста стал поэт и писатель Олжас Улейменов. О начале движения «Невада Семей» общественный деятель вспомнил в ходе молодежного международного форума. Олжас Умарович подчеркнул, что значимую роль в борьбе за будущее без ядерного оружия сыграли карагандинцы, а именно шахтеры. Шахтеры, если будет продолжаться испытание, если после взрыва, последнего взрыва, который состоялся 19 октября 1989 года, последует следующее, то тогда будет объявлена бессрочная забастовка. И вот этот акт, вот эта резолюция помогла нам тогда поставить вопрос на Верховном Совете и принять постановление Верховного Совета, за которое проголосовали почти все члены парламента советского. Эстафета мира молодым. Название форума «Лучше тысячи слов» описывает важнейшие задачи и цели суверенного Казахстана. Руководство ВУЗа отмечает, что о темных страницах нашего прошлого нужно говорить молодежи, чтобы те не повторили ошибки предыдущих поколений. Поскольку народ Казахстана, он непосредственно на себе испытал ужасающие последствия ядерных испытаний, для нас этот вопрос ядерного разоружения является принципиально важным. Вы только представьте, что за 44 десятилетия было произведено более 490 ядерных взрывов, от которых пострадало более полутора миллиона человек. И поэтому мы считаем, что Казахстан имеет и моральное, и историческое право быть одним из лидеров мирового антиядерного движения. Поэтому сегодня в стенах нашего университета проводится вот такое крупное мероприятие. Форум проходил в онлайн-формате. В нем приняли участие активисты антиядерного движения из России, Кыргызстана и Таджикистана. Были заслужены приветственные адреса министра образования и науки, министра энергетики, а также министра здравоохранения. Также в рамках визита в альмаматор главы государства Олжа Сулейменов ознакомился с достижениями вуза. На одного участкового врача в Карагандинской области приходится 1850 прикрепленных жителей. Этот показатель значительно превышает установленный норматив. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения в ходе брифинга в региональной службе коммуникации. Несмотря на положительные результаты, в здравоохранении Карагандинской области сохраняются проблемы доступности и качества медицинской помощи, обеспеченность и квалификация медицинских кадров. В настоящее время на одного участкового врача в среднем приходится 1850 прикрепленных жителей. Показатель значительно превышает установленный норматив. Участковая служба работает с повышенной нагрузкой. Это приводит к ограничению доступности населения к своевременной медицинской помощи. Кроме того, основную долю в структуре объектов ПМСК составляют крупные поликлиники, в которых развернуты порядка 29 участков. Это достаточно проблематично, потому что сопровождается большой концентрацией пациентов, которые приходят одновременно, в короткий промежуток времени, создают определенные трудности с упорядочением пациентов потоков. Поэтому на сегодняшний день основными задачами, которые перед нами стоят, это разукрупнение имеющихся поликлиник. Глава областного медицинского ведомства также отметил, что один из главных проблемных вопросов – увеличение количества случаев материнской смертности. В этой связи в регионе даже работал республиканский выездной штаб. Специалисты из Астаны указали на дальнейшее улучшение материально-технического оснащения организацией родовспоможения. Всего с начала года в области зарегистрировано 5 случаев гибели женщин во время родов. Из этих 5 случаев мы говорили, что 3 случая являются непредотвратимыми. Два случая являются непредотвратимыми. В двух случаях у женщин, к сожалению, были зарегистрированы заболевания и осложнения, которые, к сожалению, на сегодняшний день медицина не в состоянии что-либо сделать, спрогнозировать и не существует эффективного метода лечения. В отношении, по всем 5 случаям проведены служебные расследования, были вынесены дисциплинарные наказания. В одном случае один из руководителей наших родильных домов области был освобожден от занимаемой должности. На брифинге также был представлен пошаговый план по развитию и модернизации сети амбулаторно-поликлинических организаций. В нынешнем году были открыты две компактные поликлиники в Караганде. В областном центре также запланировано строительство еще трех центров семейного здоровья. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде состоялся айтез молодых акынов. Традиционное событие прошло в Доме дружбы. Десять мастеров слова состязались за главный приз в 200 тысяч тенге. Участие в данном айтезе для Улан-Гасыра Камиева – возвращение после года отсутствия. Акын родом из села Аксу Аюлы Шетского района. Искусством импровизации обладает и его старший брат Дидар Камиев, известный во всем Казахстане. Улан-Гасыр провел год, обучаясь в медресе. Мастер слога рассказывает, что остался доволен организацией айтеза. По итогам состязания айтез Кер занял первое место. Сегодня участвуют 10 акынов. Организация айтеза хорошая, все проходит на должном уровне. Я очень рад быть здесь. Мы заранее знали о том, кто будет нашим соперником. Айтез – это ведь не только импровизация, но и постоянное изучение истории народа, города, в котором ты живешь. Мы должны знать слабые места соперников. Айтез молодых акынов приурочили к 350-летию Бухаржау Калхаманала. Мероприятие было организовано в рамках программы «Рухани-Жангру» отделом культуры и развития языков. В нем приняли участие акыны в возрасте 16-29 лет. В последние годы Айтез завоевывает популярность среди казахстанцев. Многие верят, что его возрождение позволит повысить статус государственного языка и популяризовать наследие великих акынов прошлых столетий. В этом айтезе удача и победа оказались на стороне Сырыма Бесенбекова. Тухжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 20 юношей отправились проходить срочную военную службу в ряды сил воздушной обороны, войсковую часть города Житеге на Алматинской области. По традиции для них организовали торжественные проводы у мемориала памяти «Вечный огонь». Эти 20 юношей отобраны из 17 городов и районов Карагандинской области. Каждый из них обладает высокими морально-деловыми качествами, имеет образование не ниже среднего специального, а также не имеет ограничений по состоянию здоровья. Среди них уроженец Тимиртау Евгений Шмидт. Он заявляет, что пошел служить в армию добровольно. Я иду отдавать долг родине, потому что я мужчина и я должен защищать свою страну, как и каждый, кто может это сделать. И я торжественно объявляю, что я с должным достоинством отслужу свой срок и вернусь домой. Не первый год в Казахстане проводится масштабное военно-патриотическое воспитание молодежи. В областном департаменте по делам обороны заявляют, что эта работа уже приносит результаты. Канули в лету времена, когда молодые люди старались уклониться от службы в армии. Отрадно отметить, что они желают сами, много сейчас ребят у нас. Вот сегодня мы отправляем 20 человек, желающих было 50 человек. Из них представители войсковой части сам отобрал по психологическим, медицинским параметрам, по морально-деловым качествам, подходящих на службу. Вчера прошла мандатная комиссия, утвердила вот этих 20 человек, что они годны для прохождения войсковой службы. В следующий 2019 год главой государства объявлен годом молодежи. А это значит, что военно-патриотическое воспитание будет продолжено. Более того, в Карагандинской области будет создан клуб «Жас-Сарбас». Именно через такие мероприятия мы поднимаем дух наших молодежи. И сегодня мы благодаря таким мероприятиям, у нас в Караганде сегодня работают кадетные классы, есть военные клубы, но хотим создать региональный клуб «Жас-Сарбас». По традиции в торжественном мероприятии приняли участие представители местных исполнительных органов, подразделения войсковых частей Министерства обороны и Национальной гвардии и, конечно же, родители призывников. Осенняя призывная кампания стартовала 1 сентября. Нынешней осенью из Карагандинской области планируется призвать порядка полутора тысяч граждан для прохождения военной срочной службы. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова